Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Мы продолжаем знакомить вас с православными периодическими изданиями. Православная газета Екатеринбургской митрополии от всей души поздравляет святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Три года 16-й предстоятель Русской Православной Церкви несет тяжелый патриарший крест. Но всмотритесь в патриаршие глаза. Они полны радости, добра, сострадания и любви к нам, своей пастве. Его жизнь – пример беззаветного служения Богу и Церкви. Ваше святейшество! Много и благая вам лето! Рубрика «Первосвятитель» всегда размещает первосвятительское слово, которое заставляет задумываться о смысле человеческой жизни каждого, кто к нему обращается. Это первый выпуск авторской программы «Слово пастыря» в новом 2012 году «Божественный разум. Критерий истины». Проповедь по окончании богослужения в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя «С нами Бог», сказанная вечером 8 января. Беседа с корреспондентом телеканала «Россия-1» Евгением Ревенко в праздник Рождества Христова с заголовком и слов Святейшего Патриарха. «Мы исчерпали всякую возможность осуществлять революционную перестройку жизни нашего общества. Наш путь – это спокойное эволюционное развитие». Также в православной газете Екатеринбургской митрополии можно читать текстовые версии программ телеканала «Союз». Церковный календарь. В четвертом номере газеты беседа с гостем архипастря, епископом Выборгским Назарием, викарием Санкт-Петербургской митрополии, наместником Свято-Троицкой Александра-Невской лавры. Беседа с протереем Дмитрием Смирновым в рубрике «Беседы с батюшкой». Автор и ведущий рубрики «Исследуйте писание», преподаватель Миссионерского института города Екатеринбурга Константин Карипанов рассказывает о значении божественного слова, без укоренения которого не может начаться духовная жизнь в человеке. Это цитата. В цикле бесед «Мысли о прекрасном» состоялся интересный разговор ведущего рубрики народного художника Российской Федерации Василия Нестеренко с художником-иконописцем Андреем Викторовичем Дикининым. Жизнь и творчество Андрея Викторовича – живое подтверждение истины, что невозможно человеку, возможно Богу. Как апостолы вдруг заговорили на разных языках после сошедствия на них Святого Духа, так и Андрей Викторович, будучи из невоцерковленной семьи и без академического образования, и не думал, что станет таким известным иконописцем. Особая теплота православного храма. Это текстовая версия программы «Крест над Европой», которая продолжает путешествие по Германии и рассказывает о Веймаре – старинном небольшом городке. С этим городом связаны имена Гетты, Шиллера, Баха, Листа, Ницше, Штрауса. Связан этот город и с Россией. 55 лет здесь прожила дочь императора Павла I – Мария Павловна, великая герцогиня веймарская. Ференц-Лист под ее покровительством создал главное произведение своей жизни, Ораторию Христос. Благодаря Великой Княгине в городе действует единственный храм – православная церковь во имя Святой Марии Магдалины. А всего в шести километрах от города во времена нацизма располагался концентрационный лагерь Бухенвальд. Рубрика «По святым местам» ознакомит с Успенским монастырем города Свияжска. Монастырь был основан в XVI веке и сохранил свой первоначальный облик до наших дней. Еще уникальнее – сохранившийся полный ансамбль фресок Успенского собора. Это можно считать чудом, потому что долгие годы Великий Успенский монастырь был концлагерем, а затем психиатрической больницей. Возрождение его началось лишь в 1997 году. Кроме основных рубрик, читатели газеты узнают о важном событии Екатеринбуржской митрополии, в которой с 10 по 13 февраля будет пребывать Великая Всехристианская Святыня, частица Ризы Господа нашего Иисуса Христа, а также познакомиться с расписанием паломнических поездок. Если вы не успели посмотреть ваши любимые передачи телеканала «Союз», газета дает возможность прочитать текстовые версии многих программ. Подписаться на православную газету можно во всех отделениях связи России с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс по каталогу агентства Роспечать – 32-47-5. Ведомости Мордовской митрополии решением Священного Синода Саранская епархия преобразована в Мордовскую митрополию, которая включает в себя Ордатовскую, Краснослободскую и Саранскую епархии. Поэтому в первом номере за 2012 год читателям журнала с рождественскими посланиями обращаются митрополит Саранский Мордовский Варсонофий и епископ Краснослободский Темниковский Климент и епископ Ордатовский и Отяшевский Вениамин. «Работая Богу во всю силу» – это обстоятельный своего рода отчет о годовом собрании духовенства монашествующих эмирян Саранской епархии, которое прошло в актовом зале паломнического центра Иоанна Богословского Макаровского мужского монастыря. Митрополит Саранский Мордовский Варсонофий выступил с обзорным докладом, в котором подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на будущее, в числе которых строительство здания управления Мордовской митрополией, новых храмов, детского православного лагеря при монастыре. Рубрика «Новости епархии» знакомит с работой семинара «Реабилитация лиц, пострадавших от нетрадиционных религий». Семинар прошел в Кафедральном Свято-Федоровском соборе Саранска и провел его известный православный писатель, протеерей Олег Стеняев. 11 декабря был освящен новый храм в честь иконы Божьей Матери «Знаменье». Храм представляет собой бревенчатую пятиглавую церковь шатрового типа. Об этом надо говорить. Материал статьи знакомит социальными проектами, реализованными в Мордовии, среди которых есть проекты, которые проводились по инициативе Саранской епархии и выиграли гранты на федеральном уровне. О развитии богослужебного пения в Русской Православной Церкви продолжает писать главный редактор журнала, проректор Саранского Духовного Училища, игумен Силуан Туманов. Автор пишет о роли богослужебного пения в церкви, в жизни простого человека, о понимании святоотеческой музыкальной антропологии. Музыка в храме – призыв к возвышенному образу жизни. По мнению отца Силуана, правильное пение в церкви возможно лишь как прямое следствие праведной жизни. В свою очередь, праведная жизнь человека становится условием правильного пения. Следующие два объявления связаны с темой предыдущей статьи. Продолжается набор детей в возрасте от 9 до 16 лет в группу церковного и академического пения при детско-юношеском хоре имени Архангельского. Прослушивание проходит в Саранском духовном училище обращаться к Иерею Максиму Адамову. Для всех, кто хочет узнать о смысле и содержании православного богослужения, предлагается посетить цикл лекций в Святофеодоровском кафедральном соборе каждое воскресенье с 15 часов. Журнал «Ведомости Мордовской митрополии» есть на сайте. Первый выпуск в 2012 году «Вера Эском» посвящен Рождеству. В Свято-Успенском храме города Архангельска по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Даниила создан православный семейный клуб. В его рамках работает литературный салон, кинолекторий, православный психолог. А накануне Рождества в семейном клубе учились печь козуль. Козули запечены из теста и украшены фигурки разных животных. В Архангельске принято дарить их с добрыми пожеланиями на Новый год и Рождество. Обложка рождественского выпуска украшена картиной «Праздничное шествие». Картину нарисовал костромской художник Ефим Васильевич Чесняков. Этому самобытному художнику посвящен материал «Видимое в невидимом». Ефим Васильевич принадлежал к тем одаренным русским людям, которые в своем творчестве опирались на дух целомудрия, любовь к людям и к своей родине. Учился он в мастерской живописца Ильи Репина. Картины, выходившие из-под его кисти, были необычны. Автору предлагали выставляться в Париже. Но в 1914 году художник уехал в родное село и уже никогда его не покидал. Организовал детский сад, создал при нем театр и всю жизнь учил детей рисовать. А еще Ефим Васильевич Чесняков писал сказки и стихи. С некоторыми его литературными произведениями читатели газеты также могут познакомиться. «Возвращенный голос» – беседа со скрипичным мастером Валерием Викторовичем Остроуховым. Это единственный на всю республику Коми мастер и реставратор скрипичных музыкальных инструментов. Было очень интересно читать о его детстве, воспитании, о том, как оказалась семья Остроуховых в этом суровом крае, как пришел Валерий Викторович к вере. Удивительный, светлый человек. Одно печалит – некому передать свое умение. Рождественские, почти сказочные рассказы про благочестивого кота, посылка из России, сказочник, а также рассказы читателей газеты принесут истинное удовольствие для сострадательного сердца любого христианина. Газета «Вера Эском» есть и веб-версии – русвера.мрежа.ру. Православная Москва. Последний номер уходящего года рассказал о делах милосердия в беседе с Иерей Михаилом Потокиным, руководителем епархиального социального отдела, об очередном годичном акте Свято-Тихоновского гуманитарного университета, отметившем в этом году свое 19-летие, в миссионерском обозрении о деятельности секты свидетелей Еговы, о возрождении добрых традиций, в частности проведении постных ярмарок, а об уголке России на американском континенте – лавре русского зарубежья – хочется рассказать подробнее. В России о существовании Свято-Троицкого монастыря в Джордан-Вилле знали давно, но историю обители и о населенном пункте до сих пор знают немногие. Джордан-Вилль – маленькая американская деревня, находящаяся в 300 километрах от Нью-Йорка. Здесь нет ни одного магазина и сюда не ходит общественный транспорт. Здесь бывают обильные снегопады и русские морозы до 30 градусов, потому что место это находится высоко в горах. Основал монастырь архимандрит Пантелеимон. В миру Петр Адамович Нижник, уроженец Гродненской губернии. Первая небольшая домовая церковь и 16 керий в 1935 году сгорели дотла. Братья в один миг осталось без жилья, денег и с долгами. Но монахи со смирением восприняли это огненное крещение, да и местные жители не оставили в беде. Постепенно жизнь монастыря налаживалась, все насельники, начиная от архимандритов до послушников, трудились на равных – на полях, на ферме, в трапезной. Эта практика сохраняется в обители и поныне. В 1946 году сюда из Чехословакии переехала братья монастыря Иева Почаевского со своими печатными станками. И на долгие годы Свято-Троицкий монастырь Джордан-Вилля стал издательским центром, в котором печаталась православная свято-отеческая литература. Затем здесь открылась духовная семинария. Главными святынями монастыря является список Почаевской иконы Божьей Матери, мощевик с частицей Животворящего Креста Господня, частицами мощей святого Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного. Другой мощевик хранит частицы мощей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, священномученика Игнатия Богоносца. Монастырь действительно является лаврой русского зарубежья, потому что дает возможность ощутить себя в России, находясь за тысячи километров от нее. Читать православную Москву можно и в интернете www.orthodoxymoscal.ru Дорогие телезрители, на этом наш выпуск заканчивается. С вами была программа «Обзор прессы» и ее ведущий Тимофей Обухов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова